Главное событие вторника на репортере в прямом эфире. Меня зовут Григорий Блайда. Здравствуйте. Сегодня под зданием облгосадминистрации митинговали общественные и политические деятели. Они требовали продолжения реформ в стране, в частности создания антикоррупционного суда, отмены депутатской неприкосновенности, а также изменения избирательной системы, внедрение открытых партийных списков. Это всеукраинская акция, которая проходит во всех крупных городах Украины, как и в других регионах одесситы передали свои требования через облгосадминистрацию. Система в Украине така, что олігархия монополизировала всю владу в Украине. Сьогодні олігархат керує. Через це страждає все суспільство, потому что отсутствует конкуренция, потому что в нас через это не развивается экономика. Потому что саме через це, в тому числі, у нас продовжується війна, і з цим звичайно потрібно боротись. Экстравагантним способом в Аведіопольском районе мужчин решили добиться от своего коллеги возврата долга в 550 долларов. 31-летнєго должника держали прикованным металлической цепью за шею к стене. Задержаные говорят, что решили проучить потерпевшего. Он работал сварщиком на СТО, которое задержанные арендовали. Неоднократно обманывал владельців авто. – Ну у вас работал на СТО? – Да. – Кем? – Сварщиком. – То есть он делал только сварочные работы или еще какие-то другие? – Да. Покидал людей. – Покидал кем образом? – Ну взял деньги, работу не выполнил. – Он сам брал денег? – Сам, я не брал. – Брал денег для пройдения сварочных работ и их не выполнил? – И их не выполнил. – То есть люди оставляли машины там? – Машины до сих пор возле гаража, покинутые, которым выбрал деньги, бросил работу, сам убежал, отдался убега. – А, на деле вы их вам определяли? – Да, точно. – То есть это поэтому? – Я был даже битый за это. – Это послужило этим действием? – Конечно. Меня приехали, нагрузили, побили. С меня взяли 3 тысячи долларов. Я рассчитался со всеми людьми. Есть машины крашеные, которые покрасил, я сам лично. Он взял же опять же за покраску деньги, но не сделал эту работу. По словам задержанного, пострадавший также попал в ДТП на авто клиента и не рассчитался с ним. Задержанные решили, что радикальные шаги простимулируют должника к расчету. Прикованного мужчину, по заявлению его гражданской жены, полицейский нашли в гаражном кооперативе Авидиопольского района. Было начато криминальное проведение предназначено частью 2 статт. 146 КК Украины «Незаконное позаблавление воли або выкрадение человека. Встановлено, что мотивом этого злочину стало невиконание с боку потерпелого своих борговых обязанностей перед двумя зловмисниками. Намагаясь залегать человека и прискорить выплату боргов в размере 550 долларов США, зловмисники отвезли его до арендованного ними в помещение СТО, где посадили на ланцюг. Вжитими заходами, працівниками полиции, особи, которые обґрунтованно подозриваются в склонении данного злочину, затриманы в порядке статт. 208 КПК Украины. Завчинено ими загрожой покорания у виглядя позбавления воли до 40 до 5 лет. В некоторых районах Одесской области не хватает снегоуборочной техники. В Ананьевском, Болградском, Захарьевском, Раздельнянском районах всего по 6-7 единиц техники. При том, что в Лиманском 46, а в Измаильском 80. Сейчас в регионе всего 370 единиц спецтехники, которая будет задействована в зимний период. Кроме того, область также частично обеспечена горюче-смазочными материалами в наличии 60% необходимого количества бензина и песка, а также 65% дизельного топлива. Мы с вами понимаем, что четкая подготовка в каждом районе, в каждом селе, с четким пониманием, кто за что отвечает, кто куда движется, с обеспечением соответствующих материалов, как горюче-смазочных, так и материалов, которые той же солью, приведет к отсутствию таких глобальных проблем. Основная цель – миминизировать эти последствия, чтобы они были минимально, минимально ощущались на каждом гражданине. Тем временем в Одесском морге разразился скандал. Активисты Совета общественной безопасности вмешались в конфликт между родственниками умершего человека, так как те не смогли договориться о том, кто же заберет свидетельство о смерти. На помощь родственники позвали активистов. По словам сотрудников бюро, те устроили дебош и решили попутно провести декоммунизацию в учреждении. Они требовали выдать свидетельство о смерти именно им, а не кому-либо другому. После того, как им было разъяснено, что решение в таких случаях принимает прокуратура, и тела выдаются только с разрешения прокурора района, они уничтожили и забрали стенд с фотографиями наших сотрудников, ветеранов Великой Отечественной войны. Им не понравилось его художественное оформление. Но, впрочем, сегодня уже после обеда сотрудники милиции и господин Вагапов вернули нам эти фотографии. Активисты Совета общественной безопасности отметили позже, что на стенде с фотографиями сотрудников бюро, участвовавших в Великой Отечественной войне, якобы также была замечена советская символика. Однако, судя по фото, которое выложили активисты в сеть, никаких запрещенных символов на щите размещено не было. Самый молодой теннисист Украины тренируется именно в Одессе. Диме Кузьминову всего четыре, а он уже в Национальной книге рекордов и получил приглашение на мастер-класс в Америку. С юным спортсменом пообщался Дмитрий Богомолов. Спорту, как и любви, все возрасты покорны. Когда самому маленькому теннисисту Украины Дмитрию Кузьминову было три года и девять месяцев, он попал в Национальную книгу рекордов Украины. И сейчас теннис помогает ему развивать не только дисциплину, пластику и ловкость, но и многогранно его развивает. Диме сейчас четыре года и четыре месяца, и одной из главных проблем тренеров является найти достойных конкурентов такого же возраста. Когда Дима записался в секцию, ему было всего два года и два месяца. Заниматься спортом родители ребенка не заставляют. Ему самому нравится. Даже на ночь вместо сказок рекордсмен смотрит теннисные поединки. Категория, когда дубльный рэнкинг гораздо выше, чем дубльный рэнкинг, в какой режиме ты выбрал? Когда начал заниматься? Тогда я бы еще маленький. Ну скажи, ты сам захотел или тебе папа подсказал, может, что теннис... Да, я сам. Да? Чем тебе теннис нравится? Потому что я саджу. Потому что я люблю теннис. Что именно любишь в теннисе? Прыгать. Прыгать? Да. Начинали занятия где-то раз в неделю, это было по воскресеньям. Ну, то есть это были элементарные, просто координационные, там, какую-то на зрительную память занятия, которые просто его как бы так развивали, подготавливали, там, закладывали фундамент на какое-то дальнейшее будущее. Но никакой цели в теннисе не было. Из-за того, что у него стало как бы получаться, там, ну, не по годам он там стал развиваться, мы в свое время подали заявку на вот национальный реестр рекордов Украины, как самый юный теннисист. Это, опять-таки, получилось все спонтанно, потому что я где-то по новостям увидел, что там какой-то мальчик там спрыгнул с моста, ему там было 5 или 6 месяцев, ну, как на этой там Тарзанке или что-то этого плана. Я подумал, почему бы Диму туда как бы не привезти, не показать, как бы, возможно, будет тоже интересно. Ежедневные тренировки юному теннисисту даются легко. Молодой тренер Владислав Захарченко, получивший лицензию в Испании, специально под него пишет программу в игровом режиме. Занятия в среднем час, без жестких рамок. Для меня это было неожиданно, потому что, когда мне сказали в первый раз, что надо тренировать ребенка такого возраста, я рассчитывал на определенную степень и уровень. То есть, дети обычно в таком возрасте, им только нужна физическая подготовка, половить мячик, немножко побегать. Когда я пришел на корт, то я увидел уже более сформировавшегося игрока, которому можно было уже объяснять, давать какой-то материал. И мы уже, исходя из этого, сразу же перестроили программу во время первой тренировки. Я ему начал уже стараться переключаться на удары, как-то держать мяч, отбивать, перебивать через сетку. Ну, никакой, не детская группа. Дим, расскажи еще про свою ракетку. Покажи нам ее. Что это за ракетка? Это тянешься ракеткой. Как ее правильно держать? Вот так. Одной рукой держишь? Или двумя? Нет, двумя, это один. Если тянешься одной, да? Да. А как правильно отбивать? Какой частью ракетки? Куда должен мяч попасть? Сюда и сюда и сюда. Даже маленький попасть. Даже маленький попасть. А так, чтобы закрутить, знаешь, как ударишь? Да, вот так. Для своего возраста у малыша уникальные способности. Он довольно уверенно принимает мяч и даже может бить прицельно и довольно-таки сильно. Как правильно держать ракетку? Вот так. Вот так держать. Как правильно наносить удар? Как ноги должны стоять? Вот так. На ширине плеч? На низ опять. Ага. И покажи вот замах. Как ты делаешь? Вот такой замах. Вот такой и вот такой. Ох, молодец. Играть с ровесниками ему уже неинтересно. Если продолжит прогрессировать, весной может сразиться на корте со значительно старшими соперниками. В его возрасте конкретно по Украине я не видел никого такого, что в 4 года именно на таком уровне играл. Да, я видел детей, которые в 4 года тренируются. Но это совершенно другой идет речь. Совершенно по-другому идет удары, построены тренировки. И ему, я считаю, что на данном этапе будет неинтересно с ними. Потому что он уже перебивает более зрелый игрок в этом плане, чем они. Поэтому, да, мы наблюдали с Артемом то, что есть дети за границей, которые тоже тренируются в таком возрасте. И, возможно, когда-то в каком-то будущем с ними будем сталкиваться, я думаю. Юного таланта уже заметили и в других странах. Ребенку пришло предложение принять участие в мастер-классе в США. По поводу Америки я вам хочу сказать, что у нас было два предложения, которые, опять-таки, все выходили посредством Инстаграма. Там находили, писали очень много. Ну, вот было таких два конкретных предложения, Димон. Два таких конкретных предложения было. И я думаю, что в обозримом будущем мы обязательно туда съездим. А дальше уже будет видно. А дальше уже можно поговорить по этому поводу уже после. Димка, аккуратно. Димка, хочешь в Америку? Да. Как будешь там заниматься с тренерами? В США. Не боишься? Нет. Скажи, я же с папой поеду, что мне там боятся. Звание самого юного теннисиста для ребенка уже гордость. Он это понимает и беспрекословно выполняет указания тренеров и родителей. Даже если позже перейдет в другой вид спорта, накопленные знания помогут. Главное, чтобы мальчик вырос крепким и выносливым. Дмитрий Богомолов, Наталья Довбыш, телеканал Репортер. Украинские бухгалтеры готовы отказаться от российской программы 1С. В Одессе презентовали новый проект Лига Закон, в который входят несколько программ, которые заметно облегчат работу бухгалтера. Правовая платформа Лига Закон – это не база данных законодательства по Украине, а это целый огромный портал, в котором, я уже говорил, множество программ необходимых бухгалтеру, таких как проверка контрагентов, такие как сдача отчетности системы Репорт, правовая информация – это Лига Закон бухгалтеров, интерактивная бухгалтерия, и все эти программы конфигурированы и интегрированы друг к другу таким образом, что необходимая информация для бухгалтера появляется именно в том месте и в то время, которое необходимо. Одесская мэрия продолжает подготовку к проекту «Городской бюджет-2018». Это так называемый бюджет участия, когда средства выделяются под конкретные инициативы горожан. В приоритете – IT-сфера, социалга, энергосбережения. Инициативные люди могут зарегистрировать свой проект на сайте «Социально активный гражданин» и получить под него финансирование. Главное, чтобы конкурсная комиссия сочла идею инновационной. Участники конкурса могут рассчитывать на сумму от 200 тысяч до 5 миллионов гривен из городской казны. Суммы проектов от 200 тысяч до 5 миллионов, как и в прошлом году, в сферах социальной направленности, то есть здравоохранение, культурная сфера, спорт. То есть проект не должен носить коммерческого характера. И во Всемирном клубе одесситов прошла презентация, основанная на реальных событиях книги «Город Антонеску». Двухтомник передает историю двух еврейских детей, сумевших пережить Холокост в Одессе во время румынской оккупации. К сожалению, сами авторы книги не смогли присутствовать на презентации. Валентина Тырмос ушла из жизни две недели назад, а Яков Верховский задержался в Израиле. В планах румын было назвать этот город в честь маршала, в честь великого вождя народов Антонеску. Это не было осуществлено, это были только планы. Но они себя ощущали так, как будто бы они находятся в городе Антонеску. И наши люди ощущали себя так очень по-разному. Евреи, которых практически всех уничтожили, ощущали себя так, как они бы ощущали в Дахау, в Освенциме, где угодно. Очень часто подобные книжки, они достаточно серьезные, достаточно сухие и так далее. Это эмоциональная книжка. Это книжка глазами не только взрослых нынешних, но и тогдашних детей. На этом у меня пока все. Оставайтесь с репортером, с нами интересно. Увидимся в студии. Счастливо.